Возьми меня, люби меня, укрой Той пеленой, что мы с тобой создали Сейчас устроила себе домошний спа В спине Это первое мое видео в ванне Друзья, стараюсь здесь карантином И затем 12 дней карантина, что надо сидеть Провести его по полной проблеме Вот так Сказали много мыться Вот боимся Надеюсь, вы здоровы и с вами все в порядке Берегите себя Шампунь заодно покажу, который я использую Сибирика Облепиха Шампунь и бальзам Люблю эти шампунчики Здесь такой аромат стоит от всяких пакнючих свечей Доброе утро День шестой В самоизоляции Готовлю пасту болонез с говяжьим фаршем Макароны я использую только этой фирмы Барила Другой фирмы пока что не признаю Они соответствуют цене и качеству Хорошие эти макарошки Вчера брала все шкафчики Навела порядок Мешочки Скажем в коробочку Повешивать таблички на места Вместо декораций Ну и моя розочка Которая осталась жива Еще последняя С того букетика Шестой день Ну, кстати Старички Я ими поражаюсь Каждое утро Толпами-толпами Куда они идут Я не понимаю Сидели бы дома В изоляции Все-таки Самая большая ризика Заболеть Это им Странные эти люди Каждое утро То же самое Вот и завтрак готов На трех людей В нашем семействе Там няшка В период самоизоляции Я убрала все Спортивные добавки И так Я спортом занимаюсь Очень мало Сейчас И я их не употребляю Остались Только две Добавочки Это для Витаминчики Для волос Кожи И ногтей И конечно же Омага-3 С магним Вот Две добавочки Которые сейчас Употребляю Больше ничего Не пью Еще раз Наверное тысячу раз Вы услышите В этом влоге Будьте здоровы Мои милые Карантин День девятый Сегодня у меня Сырнички И какао Как давно я не ела Такое сочетание И сериал Сериал смотрю Синяя книга Решила я сегодня Вам смонтировать видео И подумала Почему бы вам не рассказать О моих любимых сериальчиках Которые я смотрела Во время самоизоляции И карантина Я любитель фэнтези Так что все сериалы Будут фантастические Во время самоизоляции И карантина Я просмотрела Два сериала Один из таких Это проект Синяя книга Это сериал О НЛО О исследовании Которые Происходили На аутентичных Фактах В Америке После войны Когда шла Холодная война Между Россией И Америкой Когда шли Ядерные испытания И в небе Периодические Люди наблюдали За неопознанными Объектами Еще один сериал Который мне Очень понравился Когда-то я смотрела Первую часть Вот эта первая часть Называется По-английски You Или на русском Ты Это сериал О сталкере О преследователе О таком Нездоровом Увлечении Мужчины Который Влюбляется В девушку И преследует Ее Очень разными Способами Желанием Достичь Емной Любви Это такая Нездоровая История Любви Очень Изовлекательный Фильм Есть уже Две части Когда-то я смотрела Первую А сейчас Вышла Вторая И вот Друзья Вторая часть Которая Повернулась Совершенно Другим Сюжетом Хотя Начиналась Обычно Как Сталкер Преследователь Итак Сериал Волшебники Есть уже Целых Пять Сезонов И поверьте Мне Каждый Из них Очень Увлекательный Что самое Интересное Может быть Младшим Моим Зрителям Я бы не Посоветовала Этот фильм Так как Здесь много Непристойных Любовных Сцен И Сериал Реально Очень Извращенный Здесь Какой-то Непонятный Совершенно Поворот Сюжетов Постоянно Происходящий Как я говорю По-моему Этот сериал Писал Какой-то Обкурившийся Обдолбавшийся Режиссер Потому что Здесь такие Повороты Сюжетов Что никогда Было В жизни В голову Тебе не пришло Такое Что это возможно Например Как Сношение Кораблей Два корабля Которые Влюбляются В друг друга У них Пришел Период Весны И вот И они Должны Влюбляться Как вам Такое Дойдет В голову Или нет Более Существо Где я? В университете Брэйк Биллс У меня галлюцинации Если так Разве мой ответ Поможет? Только вы хотите Мир захватить Или Такого курса Нет Ну можешь Попробовать Вот такие Сериальчики Я предпочитала В эти дни Самоизоляции Ну а сейчас Мы плавно Возвращаемся Снова К моим Занятиям И чем же Я занималась В самоизоляции Приглашаю вас В мой влог Не менее Чем заняться Решили Продегустировать Вот Три напитка Все Как бы Лимонные Все С разных стран Итальянская Привезено Два года Тому назад Так что Не пугайтесь Вечеровка Тоже Лимонная Она Производство Кого? Чехия Чешская И Конечно же Цитрынувка Польская Буду Сегодня Дегустировать Похожи ли Они вообще Вкусом Друг на друга Или совсем Не похожи С чего же Начались С Энники Ливанники Или варе Они И И Ла С итальянской Лимончалы Ваше здоровье Друзья Не пошла Италия Италия Отпадает Вечеровка Что ж так Итальянская Лепешка Вечеровка Это лучше Это прям Такое Приторно-сладкое Вечеровка Вот такая Мощная Вечерновка Польская В лечебных Целях Упс Не получился Маленький Лидер Лидер нашего Лимонного Парада Бечеровка Бечеровка Похоже Лимонные Напитки Дают Привилегия В карте Я обиграла Своих мужиков День 11 Карантина И ребята Хочу поделиться С вами Мой хаком Пилинг Для лица Это Специальная Смесь Для промывки Лица Ну я сейчас Вам ее покажу Вот эту Умывашку Для лица Использовала я В нашем пилинге И сюда Я также Добавляю Утрешнее кофе Сжим С утрешнего кофе Вот мы Доливаем В эту кашицу И еще Очень важный Компонент Это сода Пищевая сода Она хорошо Щелачивает Досыпаем Сюда соду Уууу Такая веселая Кашица У нас получится Нанесем ее На лицо И хорошо Пропилингуем Личко Очень хороший Пилинг Вы можете Использовать Любое Средство Для умывки Ну и вот Наносим Эту смесь Такими вот Круглыми движениями Пилингуем Свою кожицу И потом Тщательно Смываем Водичкой И вы будете Просто красоткой Нет Просто вареньей Сейчас нанесем Гельмаску На лицо На водяной основе Единственный Минус Этого пилинга Что кофейные Не зерна Перемолотый кофе Очень сильно Прилипает К вашему лицу Иногда Еще Можно Где-то Потом Найти Крупинки Этого кофе Особенно Надо Прочистить Ушки Потому что Ушки Тоже Попадают Вот так Вот Вдеваем Крем Кстати Сегодня 11 день Карантина Все Предыдущие Дни Я спала Очень хорошо А вчера Почему-то Моя бессонница Вернулась Наверное Из-за Нервов Так как Виде Продлили Карантин Еще на Две Недельки У меня Уже Заканчиваются Все Финансы Как я буду Жить дальше Я не знаю Но Я верю Что у меня Все получится Вот я Наверное Снервничала Вчера Чуть Или не Чуть И короче Не могла Уснуть Долго Опять До Пол Четвертого Ну А вы Держитесь Не повторяйте Мои ошибки Спите Хорошо Это важно Для иммунитета Ну Что ж Ребятки Еще Последствия Прогеленного Карантина Та Я сняла Ногти Пропилила С нервов Таких Коротких Ногтей У меня Уже Не было Очень давно После Карантина Месячного Когда у меня Закончатся Все денежки Не будет Деньги На такие вещи Как маникюр Надо С чего-то Начать Экономить Ну вот Экономия На ногтях Пошла Да Готовим Чинахи У меня С говядиной И с овощами У мужчин С говядиной Свининой И грибами Я без грибов И свинины Доброе утро День 12 Карантина Сегодня готовим Мексиканский завтрак Гуакамоли Здесь у нас Чесночок Петрушка Лучок И авокадо Гуакамоли Пасту Я уже Приготовила Ммм Какая же Это витаминная Бомба Но я еще Решила Приготовить Хумуса Нам понадобится Нут Турецкий горох Сок С лимончика И подсолнечное масло Сезам Сезам Сейчас тоже Это все Проблендируем На карантине Стараемся питаться Разнообразно Чтобы Как-то приятнее Провести это время Сегодня у нас Мексиканский завтрак Как вы уже поняли Так Гуакамоли Уже есть Я еще сделала Хумус Он совсем не мексиканский Но я его очень люблю А сейчас будем делать Такие питы Тесто делается Очень легко Здесь всего лишь Мука Примерно 200 грамм Чуть-чуть Щепотку соли Примерно 30 грамм Подсолнечного масла И горячая вода Кипяток Конечно Кипяток Добавляем Аккуратненько Сразу перемешиваем Ложечкой А потом все Разминаем Хорошо ручками И даем Минут 20 Или полчаса Настояться Под пленочкой Все Тесто должно быть Очень эластичное Как вы видите Красивое Блесящее тесто Сейчас мы будем Раскатывать С этого теста Мы делаем Такой небольшой Шарик Единственная Хитрость Чтобы Это не прилипало К столу Мы берем Чуть-чуть Масла Обваливаем В нем Наш шарик С теста И теперь Мы его Раскатываем Раскатываем Такой блинчик Он не должен быть Очень тоненький Но раскатан Должен быть Хорошо Правда Делаю это Первый раз Если честно Друзья Надеюсь Получится Берем на ручку Какая же Красота Включаем Газовую плиту Очень хорошо Надо разогреть Нам сковороду Чтобы она была Горячей Горячей И на ней Будем обжаривать Наши питы Выложим Наш блинчик И ждем Пока На нем Будут такие Булдыри Подниматься Булдыри Шарики Как только Они начнут Подниматься Мы будем Блинчик Переворачивать На другую сторону И вот Пошли пузырики Вверх Как вы видите Наша пита Начала подниматься И в этот момент Мы должны Ее перевернуть Аккуратненько Подбираем Переворачиваем 20 секунд Прошло И переворачиваем Еще Раз Одну питу Я обжарю С моцареллой Размаринчиком И вялеными Помидорчиками Заверну Вот так И обжарю Мой завтрак Да сегодня У меня целый пир Целый пир На весь мир Помидорчики Огурчики Свежие питы Жареное яйцо Глакамоле Хумус И С сыром И вяленым Помидорчиком Закрученная пита Ну что ж, ребята Я иду завтракать Сегодня у меня праздник Двенадцатый день карантина Еще два дня И я пойду на улицу гулять Да Друзья Друзья Вы наверняка Мне скажете Боже Она Еда Да Еда Еда А как же Спорт Так вот Ловите Спортом я тоже занималась Смотрим мы эти сюжетики И наслаждаемся А еще лучше Присоединяемся ко мне И не забываем Что в карантине Или в самоизоляции Спорт тоже нужен Когда ты на карантине Фитнесистка И у тебя нет штанги Девочки не отчаивайтесь Все в ваших руках Сделай штангу сам Своими руками Девочки не отчаивайтесь Девочки не отчаивайтесь Девочки не отчаивайтесь Девочки не отчаивайтесь Скоро Девочки не отчаивайтесь Ну что ж, вот такая конструкция смысловатая, эластичный бинт, в веса чем побольше на ножках. Сидим на ступчике, подержим ножку и разгибаем. Самое упражнение можно сделать лежа. Потребляем ножку и под ноги свобьем, можно переделать ножку, хорошо, вывернуть ножку, коленком, потолочек и направляем до сверху. Хорошоченько, крепкие мышцы. И когда я занималась и снимала свой спорт, на подоконник прилетел голубь. А вы знаете приметы, когда голубь стучит в окно, особенно в карантин, никто этого не хочет. Но оказалось, совершенно все по-другому. Но голубь совершенно не стучал мне в окно, а только заглянул в него одним глазком другим, любопытно, и улетел. Оказалось, что это очень хорошая примета на хорошие перемены в жизни. Одинокий голубь на карнице за окном смотрит на меня. Кшш! Ну что ты на меня смотришь, ну? Не пугай меня, улетай чудово быстрее, блин. Одинокий голубь на карнице за окном смотрит на меня. Четырнадцатый день карантина. Улица за тебя. Уже завтра она будет вместе. Возьми меня, люби меня, укрой. Пятнадцатый день карантина. Пятнадцатый день самоизоляции. Я пойду на улицу. Возьми меня, люби меня, укрой. Ну что ж, самоизоляция закончилась. Моих четырнадцать дней в закрытии, которым я занималась спортом, порядка голодого. Чувствовала себя прекрасно, не болела. Возьми меня, люби меня, укрой. Возьми меня, люби меня, укрой. Будьте здоровы, берегите себя.